добрый вечер дорогие друзья всем привет я рад что у нас работает связь потому что что-то я думал что сегодня отключат потому что у нас беспорядки в стране немножко были и я думал что сегодня не получится но у нас получилось я из-за этого очень рад потому что я включал инстаграме думал будет у нас эфир или не будет но оказалось что эфир будет и я очень рад потому что я по вам участи по всем сильно очень соскучился вот здрасте вас просто видишь же хорошо становится спасибо большое сегодня был у меня очень хороший день мы гуляли по городу и семьей дни со старшей дочки не присоединилась потому что она уже взрослая она со своими друзьями пришла гулять то есть уже выбирает друзей и между родителями и друзьями выбирает друзей да это уже признак взросления и это очень хорошо вот мы ходили на панфилова гуляли и там очень много народу фонтаны и можете и несколько снимков сделал можете посмотреть там вот в карусете полистать он очень красивый город у нас поэтому очень горжусь спасибо очень приятно что мы можем в этом всем гулять в этой красоте фонтаны люблю алматинский на его вообще любые фонтаны люблю но в алмате это очень их очень много в центре и дают определенный колорит шарм городу и снижать температуру летом оказывается на 50 метров от фонтана температура там 5 градусов практически разница летом и и это очень освежает мой отдых закончился после завтра я улетаю пусть каменногорска кому будет интересно присоединяйтесь приезжать в усть-каменногорске кто будет в общем приходите на тренинг буду там два дня поэтому можно будет поработать такие дела так что если есть вопросы задавайте я буду на них отвечать потому что темы и эфира нету я просто вышел потому что это не кажется что просто захотелось не прошу не просто с вами интересно общаться чем-нибудь моих нити потому что я думаю что иногда здесь связь подключивает но надеюсь что у меня слышно и видно всем и сейчас я поеду в усть-каменногорск потом поеду в астану потом и застану приеду в алмату потом поеду в уральск потом из уральска поеду в чумкент потом приеду в алмату потом потом восстану потом в москву в общем мне кажется что там где-то в июне я приеду москву сегодня еще буквально два-три дня и все билеты до июня месяца на самолет где буду и все и те кто хотел посетить в москве в общем всем рассылку сделаю сделаю пост поделюсь в общем все увидят я надеюсь вот и придут что еще все почти прошла климатизация после соединенных штатов очень еще сложно конечно немножко кружится голова и такой слабость вот этот перелет он дается коса для здоровья прям очень болезненно переносится я не знаю есть люди которые летают больше чем я иногда большее расстояние как они это выдержит я вообще если честно я не понимаю вот поэтому я восхищаюсь людьми которые могут летать больше во всех соцсетях накидал я где так седьмой не дай так пора все-таки рухани жангру друзья товарищи все-таки нас правительство ограничивать связи свои проклятия как снять надо работать это одну придете на сеансе мы с этим с вами поработаем по-другому честно я не знаю можете другими какими-то методами поработать но я не знаю так серьезно и скажите нужно ли как-то готовится к вашим тренингам как-то готовится к тренингам нет нужно просто прийти готовыми все сегодня и сейчас я в Алма-Ате да но я просто завтра улетаю завтра я весь день отдыхаю завершаю свои дела незавершенные которые в Алма-Ате и все улетаю в Осиненогорск тренинг тренинг в Алма-Ате планируется по моему 17 мая из Америки связь лучше была ну понятно у нас блокируют связь поэтому я ничего не могу сделать это видимо связано с волнениями которые произошли в Алма-Ате и в Астане может из-за этого гипнозом занимаюсь я не знаю это гипноз или нет но я вытаскиваю блоки эмоциональные из тела и поэтому цену не скажу потому что цену я всегда меняю повышаю то и поэтому я не хочу ее фиксировать в соцсетях потому что некоторые эфиры я сохраняю для ютуба чтобы люди потом не говорили что а там вы говорили столько поэтому директ напишите я вам отвечу цены иногда приходится поднимать знаете из-за чего потому что потом в какой-то момент не справляешься с потоком людей и иногда сильно очень сильно устаешь и поэтому ты единственный регулятор у меня сейчас еще есть один проект который будет я не знаю я еще одним скажу наверное позже но будет интересно я думаю сейчас все уходят в онлайн это будет это с онлайн связано я еще переговоры веду я не знаю это делает но в общем я думаю мне помогут так что кому будет интересно постучать с нами вебинаром будем будем работать в человеке могут сидеть непонятные темные существа селета все модно надумать и внушить саму я не знаю насколько это модно но в принципе да бывает не в принципе бывает вы можете в это верить можете не верить она просто существует и никакого нету пока вы вот с этим не столкнетесь лично никогда в жизни в это не поверите потому что я каждый раз еще все равно сомневаюсь как выйти из состояния жертвы хочется все перевернуть из состояния жертвы надо взять ответственность за свою жизнь на себя это всегда больно это то есть вы должны будете состояние знаете такого перекладывания ответственности за свою жизнь ну этот перейти к действиям то есть то мы сидели страдали и тут начать надо делать это всегда больно люди не хотят ничего делать и очень выгодно перекладывать ответственность на кого-то другого и поэтому ну ничего такого там хорошего нету это очень болезненно поэтому подумайте надо оно вам выходить или нет хотелось бы узнать скажите пожалуйста вы вчера в Кустанаве не собираетесь в Кустанаве я не собираетесь там рядом до Астаны поэтому лучше в Астану наверно в Кустанаве у меня нет организатора и честно говоря в последнее время я ограничен во времени поэтому очень это надо чтобы слезы сошлись чтобы организатор появился время и в общем пока нет я у вас ваши видеоролики видео эмоциональная свобода не знаю вот по этому поводу хотела бы обратиться к вам в Астане ближайшие тренинги когда у вас в Астане тренинг ближайшие 11-12 мая это тот который вот ну вот прям вот будет поэтому ну приезжайте это суббота воскресенье я думаю что ну в принципе реально там там же недалеко вроде да или далеко да там часов 7-8 а так далеко это да ладненько хорошо буду следить за курсами вы просто поинтересоваться подышать не хотите попробовать давайте попробуем давайте вас зовут Расалды как еще раз Расалды 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 ага хорошо закрывай глаза вдох через нос выдох через рот просто подыши глубоко ух вот так я пока чуть поговорю а ты немного подыши, ладно? угу а в Расалде что за тренинг будет? в Расалде будет этот же тренинг эмоциональной свободы в Расалде давай еще глубже угу 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 еще угу 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 можно с ней дышать? да, можно. Дышите вместе. Не знаю, если что-то с вами будет происходить, Вы пишите тогда. Дыши глубже. Дыши глубже. Дыши глубже. Вы будете с ними управлять. Если это откуда-то из темных каких-то вещей, то мы просто уберем и все. И тогда да, тогда никаких не будет. Дыши глубже. Выплакивай потихоньку боли из груди. Я не знаю, ты чувствуешь или нет, но прям болит внутри. Душа болит. Выплакивай. Ты помогаешь людям и ждешь обратной реакции. Такого же отношения хорошего к тебе. Но ты его не получаешь. Давай, выдыхай. Выплакивай. А-а-а-а, слегка. Вдох через нос, выдох через рот. Дышим глубже. Давай. Давай. Давай, давай, выплакивай. Вот так, дорогая. Вдыхай, выдыхай. Не заглатывай, рот. А-а-а, давай, еще. А-а-а, выпускай. Вот так, мой, хорошо. Давай, давай, давай. Еще. Выплакивает душа, болит прям, рвется вся. Давай, 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 давай. Еще. Еще. Вот так, еще давай. Выплакивай, выплакивай, в голос ревей. Обидно же. Обидно. Вытаскивай давай. Ты меня слышишь? А-а-а. А-а-а, звук дай. Еще дай звук. Не упирайся, ревей, я тебе сказал. А-а-а. Выдохни. Не пихайся внутрь, выпускай. Давай, еще. А-а-а, вот так, да. Молодец. Давай, давай, еще. Еще давай. А-а-а. Давай, давай, выпускай. А-а-а. 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 А-а-а, давай, давай. Выплакивай, выплакивай. Вот так, молодец. Еще выплакивай. Выплакивать не говорю. Голос реви. А-а-а, вот так, ну, хорошо. Давай. Еще. Вот так. Мы прорабатываем эмоциональные блоки. Все хорошо с ней. Выдыхай. Выдыхай, я тебе говорю. А-а-а. Вот так. А-а-а. Вот так, ну, хорошо. Давай, давай. А-а-а. Легче становится, да? Выплакивай. Давай, давай. Выпускай. А-а-а, обидно. Давай. Давай еще. Вот так, молодец. Еще, еще давай. Если кашель пойдет, откашливает сплевывай. Вот так, давай, давай. Вытапкивай. Глаза закрой. Не смотри, закрой глаза, выплакивай. Вот так, молодец. А-а-а, давай, давай. Еще давай. Это значит энергия. Выдыхай. Давай, давай. Выдох, выдох. 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 Садись. Вот так. Еще. И сердце выдохнуло. И сердце выдохнуло. Выдох. Выдох. Ага. Хорошо, давай, давай. Давай. Еще. Сердце болит, выпускает. Выдох. Ты не давись, ты выдыхай хотя бы, ладно? Выдох. Вот. Выплакивай. Только внутрь не пихай. Вот так, молодец. Вот так, молодец. Вот так, молодец. Давай, давай. Давай, выпускаем. Девчонки. Ой. Выдыхай, выдохай. Давай. Еще вдох и выдыхай. Еще вдох и выдыхай. Легче сердце? Давай еще. Сейчас будет отпускать. Дыши. Ты меня сейчас видишь, да, Вася? Да. Вот здесь смотри, вот сюда тебе надави. Вот между пуговиц. Вот сюда посередине прям. Выше. Надави вот так прям чуть сильно. Больно будет там. Да. Дави, сильнее надави. Сейчас слезы пойдут еще. Давай. Вот здесь надави еще. Давай. Вот так вот, хорошо. Давай, давай. Душа болит. Да, да, давай, выплакивай. Если выплакивай, я тебе не беру. Вот так вот, хорошо. Ага, выдох, выдох. Выдох. Теперь из печени напряжение выдыхай. Обиды сейчас полезут. Давай. Выпускай. Вот так. Выдох. Ага, еще. Давай. Давай, 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 давай. Вот так, сладко. Давай, давай. Давай еще. Ага. Вот так. Ага. Еще. Ага. Еще раз тебя здесь надави. Еще надави здесь. Семнее надави. Будет больно? Больно. Вот так поделай. Вот так. Выдох. Ага. Ой, аж уши заложило. Давай, 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 давай. Дави, плачь. Еще надави. Семнее надави. Выплакивай. Наша задача, чтобы все выплакало. Поняла? Давай. Она слишком долго сильная была. Потом легко становится. Выплакивай, выплакивай, давай. Ты это в себе очень долго носила. И поэтому тебе надо это вытащить. Давай. Будет легче. Ну что, вот так. Ну что, вот так. Идем в живот теперь. Вот чуть-чуть ниже пупка, с правой стороны руку положи. Слегка, вот вдох сделай и слегка надави, выдох, выдох, выпускай, выплакивай, еще надави, выплакивай, вот так, вот так, давай, еще. Давай, давай, надави туда еще. Двух дай, выдох. Давай еще, я тебя не вижу. Выплакивай. Выплакивай. Ага. Давай. Давай, давай, выплакивай. Ааа. Ааа. Вот так надо хорошо, да, 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 да. Выдох. Выдох. Ааа. 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 Выпусти один раз. Ааа. Ааа. Ну вот так, молодец, давай, давай, давай. Еще. Вот так, теперь почка левая, вдох. Из почки прямо из левой выдыхай. Чего боишься так? Выдох, выдох, выдох. Давай, давай, ну вот так. Ааа. Вот так, ну вот так. Выдох. Сейчас что чувствуешь? Легче? Намного легче. Плакать еще охота или нет? Нет, уже нормально. Как-то ты телефон поставишь, чтобы тебе полностью видно было. А то половина глаз я твоих вижу, половина не вижу. Как дела? Нормально. Нормально. Всех перепугала дома? Такой уже радостный. Здесь только что коллега пришла, я ее с комнаты выгнала. Ты слишком много делаешь людям. Ты лезешь со своей помощью к кому ни попадя. Тебе никто не просил, какого хрена ты лезешь, ты мне объясни. Зачем? Переживаю за всех. Ты же насильно приносишь непоправимую пользу людям. Понимаешь? Кто тебя просит? И поэтому никто не ценит. Ты дождись хотя бы, когда тебя попросят. Чего ты лезешь? Не могу. Такой я человек. Не знаю. Постоянно переживаю обо всем. Это ты не человек. Ты не можешь себя любить напрямую. Поэтому ты хочешь, чтобы тебя любили извне. Понимаешь? И поэтому ты ходишь. Одному хорошо сделала, второму хорошо сделала. Ты же хорошая. И таким образом ты набираешь очки. Любовь, ты так тебя любишь через посредников. Ты же можешь сама себя любить. И ни у кого ничего не выпрашивать. Ну что, будь же. Ты замужем или нет? Не разведена. Разведена? Удыхай. Выплатишь, давай-давай. Вот он. Говорят, добро сделаешь тебе, вернется, и я так и делаю. А еще говорят, не делай добра, не получи зла. Давай-давай. Выплатишь, выплакивай. Рыся, давай плачь. О, дуй. Вот так, молодец. Рыся, давай-давай. Мой пыль просто, да-да-да. Еще. Еще. Еще не плакать. Давай-давай. Просто вы правильно говорите. Не знаю, что для мужа, что для всех. Вроде бы все дело. Вроде бы все нормально. Один чик. Что-то не то происходит. Знаете, как бы комфортно жить, что ли со мной было, и у него ни за что голова не болела. Выпускай, выпускай. Еще. 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 Не так, молодец. Рыся, давай-давай, выпускай. А, вот. Ах, да. Уху, тьма. Давай-давай. Ага. Да. Давай. Рыся, давай. Рыся, давай. Еще. Давай. Рыся. Рыся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я за всех переживаю За всех переживаю Получается И Для меня Самое главное Скорее всего Чтобы людям было хорошо А не мне Я сначала о людях думаю Потом только лишь о себе Лишь бы у них все было нормально Я не знаю Могу через себя переступить Чтобы у них было все нормально Чтобы им было хорошо И этим же самым Да конечно Они получается Не меня Получается любят А мою доброту Вот здесь вы правильно сказали Они тебя пользуют Да Вот это Получается Потом Насчет своего бывшего мужа Вспомнила То что Ему было просто комфортно Со мной жить У него ни за что Голова не болела Совершенно ни за что Голова не болела Вот это Вот эти все обиды Вот это Какие-то склоки Вот это все Не знаю Все прям Перед глазами встало И все Обиды на людей То что Правильно То что Не знаю Пользуются Моей добротой И все Ну грех не воспользоваться Если честно Вроде бы Как бы Вроде бы Как бы Ошибешься Да Вроде бы Этот А потом уже Опять А потом уже Вроде бы Не знаю Могу наотрез Отрезать Да Если что-то Не то Но не со всеми Людьми Это происходит Не со всеми Людьми Я могу так Да что ты Зачем читаешь Не читаю еще Людей пока Может не включай Про тебя уже Все подумали Что надо Не переживай И ты Переубидишь Вот такая Вдох Выдох Выдох Еще что Вспомнила Сына Вспомнил Что он далеко Сейчас На данный момент Далеко от меня Давно? Я уже Получается С Юня Прошлого года Я работаю Я разъезжаю По разным городам Ага А у него родители? Ну да Он у моих родителей Ага Когда ты Одна воспитываешь Сына Это Ну такие Выбора У тебя нету Другого Пока Надо Надо Худержать И петь И надо Зарабатывать Потом Зарабатывать Ну я Благодарна То что Не знаю Знаете То что Конечно Поздно Я помнилась Надо было Это все Надо было Это все Раньше Останавливать Потому что Я что-то поздно Поздно Спохватилась Поздно Развелась Или еще? Да Как-то Была Неуверенная Себе То что Кому я нафиг Нужна Без маленьким ребенком С тремя Выходит замуж Чтобы переживать Ну Сейчас Допустим Да Вот после Вот этого Моего бывшего мужа У меня уже Как-то особого Доверия нет Надо пробовать А что ты сделаешь Надо пробовать Твоя единственная задача Что бы ты можешь Сделать для сына Это ты должна Показать ему Что Что Семья может быть Счастливой Развод Оправдан Только в том случае Если хотя бы Один из родителей Счастлив Поняла? Поэтому Если ты когда разводишь Ты берешь на себя Обязательство Что ты будешь Счастлива Иначе это все Было бесполезно Поняла? Да Поэтому Займись Поиском Подпусти Хотя бы Мужика Поняла? Дай шанс Людям Я не знаю Я начинаю Искать какой-то Подвох Ну пусть подвохом От счастливец Какая тебе разница? Просто подпусти Айнура Привет Не знаю Боязнь Что ли То что По многому Ну не знаю У меня вот Принцип стоит Я Сколько женатых Мужчинка у нее Подкатывает Женатых не надо Ты боишься Отношений Поэтому У тебя Женатые Я после того То что я испытала Я не хочу Испытывать Того что их жену Испытали Чтобы они Испытали Того что я испытала Голову мне сейчас Не морочи Поняла? Еще раз Я тебе говорю Тебе женатые Попадаются Потому что Ты боишься Серьезных отношений Как только Ты перестанешь Бояться Серьезных отношений Тебе будут Свободные мужчины Проходить Поняла? Ты сейчас Всячески будешь Оправдывать Эта жена Тот косой Этот кривой А этот Свободный Но он просто Друг Понимаешь? А с друзьями Натрахают А зачем мне Это надо? Я лучше С ним буду дружить И замуж Выходить Не из-за кого Кажется Что с вами Пообщаться Но страшновато Ну да Я бы Не общался Рысья Расскажи Страшно Это или нет? Нет Это совершенно Не страшно Это знаете Это даже Классно Не знаю Я настолько Вот Я настолько Освободилась Вот этого всего Допустим Даже своим Знакомым Даже с мамой Этим всем Не поделишься Не выплакаешься Потому что Переживаешь Потому что Родители уже взрослые Они У них Насчет сердца Болит И так далее А так Ты такая Интересная С родными Не пообщаешься Думаешь Дай Чему Казахстан Что скажу Выдали Никому же Не расскажешь Так Ну конечно Ну а что Ежеменно Как бы У них еще 120 тысяч подписчиков Ты знаешь Да 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 Среди них Есть мои знакомые Мало Знают Мои Личные Жизни О моих Проблемах А вот Теперь Все знают Нет Классно Мне даже Намного Легче Стало Да Не знаю Давно Хотела К вам На тренинг Попасть И даже Когда Вы в Алма-Ате Бывали И там По работе Когда была И Мои знакомые К вам Ходили Они Прям Под таким Восторгом Были Хотел 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 Бы С вами Тоже Все Это На Живую Приезжай Если Есть Возможность Приезжай Если Нет Возможности Тогда Садись В Ютубе Забей Письма Прощения Выйдут Письма Прощения Просто Их Пропиши Тогда Потом У меня На канале Есть Еще Такое Видео Называется Аффирмация Для Женщин Слушай Три Раза В День И потихоньку Потихоньку У тебя Все Будет Меняться Аффирмация Для Женщин Если Самостоятельно То Вот Так Это Чуть Дольше Но Тоже Эффективно Аффирмация И Письма Прощения Через Два Месяца Ты Себя Не Узнаешь Вообще Все Перевернется Все Будет Офигенно Прям Просто Ты Себе Очень Много Боли Таскала А Потом Ты Чего Так Сильно Развод Переживала Потому что Было Ощение Что У тебя Кто Твой Ну Реально Кто Умер Как будто Или У тебя Кто Умер Про Что Эта Боль Так Была Ты Развод Так Тяжело Переживала Ну Конечно Не Этот Знаете Он Меня В положении Оставил Ну Вдох И Сердце Поплачь Чуть Еще В Эту Боль Предательства Измену Я не знаю Что там У вас Было Выдыхай Давай Давай Вот Так Мой Прошу Выдыхай Вот Так Мудак Выдыхай Говори Мудак Скажи Мудак Я тебе Говорю Подожди Ты Ты Меня Слышишь Скажи Мудак Или Ты Не Материшься Я Матерюсь Ну Скажи Мудак Западил Мудак Сразу Легче Ну Давай Еще Раз Ну Мудак Мудак Давай Гандон Давай Мудак Гандон 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 Козел Давай Да Он все эти слова Уже Ты Проговори Я тебе говорю Козел Ага Аж как Мудак Мудак Гандон Скотина Скотина Придурок Видишь Давай Сволочь Ага Идиот Ага О Молодец Отличная Методика Еще раз Повтори Ну Мудак Козел Как дела? Хорошо Классное Лечение Прямо Как мы Подругами Это наверное Виттер Виски Выпить И потом Ааа Мой Мудак Амой И Леветь Сидеть Вот Вот Здесь Сидеть Еще раз Надави Чуть Чуть Осталось Чуть Чуть Больно Вот так Еще Сильнее Сильнее Надави Выдыхай Просто Выдохну Чуть Чуть Там Еще Ага Что там сказать? Ты прям Крутая Ты молодец Что ты вышла И так Посвобождаешься Ты Тебя Еще Хвалить Нельзя Да? Иди Человеки Давай Плачь Аж Поджелудку Подпрыгнуло Что там Ну-ка Ну-ка Тебя Похвали Давай Похватывайся Чуть Что-нибудь Расскажи Про себя Твои достижения В чем-то Крутая Я Нахожу Я легко Нахожу Общий язык Со всеми В любой Компании Как-то Этот Как там Говорят Быстро Нахожу Общий язык Кому Непабельно Я Молодец Да Я Молодец Ага Еще Ну Получается Прежде чем Что-то Сказать Я всегда Как там Говорят Семь раз Отмерь Один раз Отрежь Прежде чем Что-то Скорреть Как бы Не обидит Этого Человека Ну Это Вообще Смотри У тебя Еще Мания Величия Да Смотри Когда ты Думаешь Что ты Можешь Кого-то Обидеть Это Твоя Мания Величия Это Гордыня Я Сам Выбираю Обижаться Мне на Тебя Или Нет Если Ты Думаешь Что Ты Можешь Меня Обидеть Ты Глубоко Ошибаешься Ты Можешь Обидеть Только Тогда Когда Я Это Выберу Без Моего Ведома Ты Меня Не Можешь Обидеть Если Я Не Захочу Я Не Обижусь И Ты Здесь Ни При Чем Дальше Хвали Тебя Что Я Еще Могу Простил Сказать Завтра Готовил Что Похудел Похудел На 30 Килограмм Я Молодец Я Молодец Еще Даже После Развода Резко Сменила Свою Сферу Деятельности Я Молодец Моя Жизнь Повернулась На 180 Градусов Сферы Преподавания Ушла В Строительную Сферу Я Я Молодец Не Побоялась Я Путешествую По Городам Я Молодец Я Ставильно Зарабатываю Что В дальнейшем Я могу Обеспечить Получается Жизнь Своему Ребенку Я Молодец У меня Есть У меня Есть Братишка У меня Есть Братишка И я Молодец Ну Как бы вам Сказать Я очень рада Что он У меня Есть Ну Братишка Это не ты Молодец Дальше Давай Это Папа С мамой Что Еще Могу Выкрутиться С любой Ситуации Я Молодец Что там Еще Тебе Задание С Сегодняшнего Дня И на Притяжении 21 Дня Ты Хвалишь Себя За Каждую Мелочь Я Проснулась Я Сегодня Проснулась Просто Проснулась Я Молодец Я Проснулась В хорошем Настроении Я Молодец Я Приготовила Себе Вкусный Завтрак Я Молодец Я Съела Завтрак Я Молодец Короче Каждый Шаг В течение 21 Дня Ты Хвалишь Себя Хорошо Поняла Через 21 День Тебе Неохота Будет Всем Помогать Или Со Своей Помощью Дурацкой Сестра Моя Вышла На Связь Вот она пишет Кинжатаева Сестра Привет Поняла Меня 21 День Себя Хвалишь Афирмации Слушаешь Дней Там Я Не знаю 90 Три Раза В день И Письмо Прочения Пишешь 40 Дней Поняла И все В напитке Это все Будет Можешь Потом Посмотреть Какие Задания Получила Еще В общем В ютубе Будет Поэтому Всегда Можешь Посмотреть Вот А так Можешь Через Какое-то Время Потом Выйти И Поделиться Своим Опытом Что Собо Произошло Через Месяц Можешь Просто Снять Видео И скинуть Как тебе Хорошо Хорошо Потому что Будет Тебя Толбатить После Сегодняшней Сессии Но Будет Намного Лучше Видишь Вопросы Есть Или Хочешь Что-то Еще Сказать Поделись Вопросов Нет Спасибо Ощущения Сейчас Свои Расскажи Тогда Не знаю Знаете Ощущение Стощения То Что Вот Этот Как Мешок Все На себе В себе Все Таскало Сейчас Как будто Этого Мешка Нет Полностью Освободилось Даже После Каждого Вашего Слова Когда Вот Вы Давите На Самые Больные Места После То Даже После То Как Выплакать Намного Легче Становится Теперь Хочу К вам Вживую Попасть Девочки Не бойтесь Это Нереально Классно Потому что Насколько Я загруженная Ходила Я сейчас Прямо Вся Опустошенная И кто Там Боялся То Что Я вас Боюсь Не стоит Я просто Не знаю Мне вот Вышло Вы не хотите Стать гостем Ну я и решила Вам Спасибо Большое То что Вы мне Предложили Подышать Тебе Большое Спасибо За то Что Ты вообще Решилась Потому что Это Тоже Шаг Это Поступок Прям Ради Себя Ты Крутая Молодец Спасибо Вам Большое Пожалуйста До свидания До свидания Давайте Пока 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 Вы Выходите От нас Друзья Так Тоже Хочу Хотите Выходите Я не знаю Как это Завершу Эфир До своего Добраться Не могу Так Что-то Она Подвисла Ресе У нас Давайте С инстаграммом Странные Штуки Происходят Я так Понимаю Что Виснет Эфир Чуть Все Это Подвисло Но Мы С Вами Можем Пока Общаться Но Мы Пока Никого Не Можем Подключить Ты Крутая На самом Деле У Тебя Сила Боли Бешеная Есть Раз Я В Новосибирск Собирается Новосибирск Пока Не могу Давай Подышим Сейчас Я посмотрю Что У Тебя Так Нет Сейчас Вот Этот Эфир Закончится Он Что-то Не Заканчивается Почему-то Не Выходит Тебя Я Не Могу Пока Позвать Поэтому Вот Сейчас Перезагрузится И Давай Подышим Посмотрим Друзья Вы Можно Будет Тоже Попробовать Можно Будет То В Инстаграме Этот Сегодня Пофотографировал Алматинские Вот эти Фонтаны Немного Круто Прям Посмотрите Очень Красиво Кто В Алмате Не Был Вы Вам Вы Захотите Посетить Алмату Потому Что Очень Красиво У Нас Город Зеленый Расскажите Про дыхание Дело На самом деле Не совсем Дыхание Дело В том Что Я Влияю За счет Энергетики На Оппонента И Я Направляю На него Я Направляю На него Энергию И Он Начинает Дышать И У него Все Проявляются Все Те Блоки Которые У Него Проявляются И За счет Дыхания Мы Потом Усвобождаем Из-за Этого Непонятно Из-за Чего Люди Начинают Плакать Это Не Моя Энергия Я Просто Проводник Я Не Есть Источник Энергии Я Ее Носитель Наверное Как Проводник И Поэтому Я Не Так Устаю Как Многим Кажется Но Это Действительно Энергозатратно Очень Энергозатратно Именно Для Физического Состояния Твоего Тела Поэтому Я Так Понимаю Что Я Накапливал Какие-то Вещи За счет Этого Не Могу Просто Пока С Весом С Небраться Я Варасан Завтра То есть Я Два дня Поработал Теперь В баню Отдохнул Потом Опять Потом Поеду Поработаю Вот Период Потом Опять В баню То есть Такое Меня Баня Выгружает Очень Сильно Я Попарюсь Мне Легче Становится Давайте Я этот Эфир Завершу И Заново Выйду И Там Кто Захочет Мы Посмотрим И Проведем Еще Сессию Давайте Давайте Все Пока Друзья Айнура Сейчас Выходи Сейчас Давай До свидания